Новости региона в прямом эфире. О них вместе с коллегами расскажу вам я, Алексей Применин. Здравствуйте! Вот не все, но главное, выпуски. Кому откроется путь в МГИМО? Финал телевизионной олимпиады наследники Ломоносова в Архангельске. Специалисты ЕЛЦ помогают коллегам в Свердловской области. От огня защищают целые поселки. И конец командировки пока не близок. Лучшие художники, изобразившие Арктику и ее обитателей, получили награды от Нацпарка «Русская Арктика». Расскажем об итогах конкурса. Народный театр в Холмогорах замахнулся на свадьбу в Малиновке. Узнаем, насколько это понравилось зрителям. Путевку в МГИМО поможет получить только сила знаний. В Поморье состоялись финальные игры гуманитарной олимпиады наследники Ломоносова. Жюри возглавил губернатор Александр Цибульский. Для региональной телеолимпиады это уже девятый сезон. События тем значимее, что проходит оно в год педагога и наставника, объявленный президентом. Такие молодые, а уже с орденами, медалями и неиссякаемым багажом знаний в различных областях науки. Юные интеллектуалы со всего региона продемонстрировали свои способности на высоком уровне. Одним из победителей стал ученик Устьянской общеобразовательной школы Александр Коробицын. Он выбрал желтую дорожку и не прогадал. Как мне кажется, вопросы мне выпали, ну так, удачно, простенькие, которые так повезло, я эти рассказы вечером прочитал. И именно поэтому, когда я слышу, что этот рассказ мне уже знаком, я начинаю улыбаться, потому что я уже знаю ответ и, возможно, ответ подробненький. У меня уже такое представление сложилось, что как будто все удачливо складывается вокруг. Это у меня после полуфинала такое сложилось. Главным соперником Александра стал Павел Трофимов, ученик средней школы номер два с углубленным изучением математики города Каргополя. Выбрав зеленую дорожку и не допустив ни одной ошибки, Павел был буквально в шаге от победы. Он получил высокую оценку жюри, поэтому председатель коллегии и губернатор Архангельской области Александр Цибульский отдал ему свою квоту, воспользовавшись правом выбрать участника, который представит регион на федеральном этапе. Я воспринял это как жест доброволи, который меня подтолкнет к будущим начинаниям. Я думаю, что ничего бы не поменялось, если бы я выбрал, например, желтую, потому что Александр бы точно так же, как и меня выбрал губернатор, поскольку мы шли ровень-ровень. Борьба шла за место, а не за вопросы. Мы прекрасно все выучили и прекрасно все знаем, поэтому ничего бы толком не поменялось. Поэтому я не жалею, естественно. 2023 в России объявлен президентом годом педагога и наставника. И вопросы телеолимпиады были напрямую связаны с работой учителей и преподавателей. Игра замечательная, ответы прекрасные, честная борьба и победа сильнейшая. Мне кажется, сегодня все это становится на свои места, и такие созидательные профессии, как учитель, преподаватель, они, конечно, выходят на первый план. И говорить о том, что это не престижная профессия, точно нельзя. Председателем судейской коллегии во второй финальной игре стала Екатерина Прокопьева. Я очень рада, что у нас очередной этап интеллектуальной игры посвящен педагогам. В Архангельской области работает очень много настоящих профессионалов. И ребят готовят по разным направлениям. Самое главное для учителя не просто дать детям знания, а показать правильный путь, направление для того, чтобы быть успешным в жизни. Вот эта интеллектуальная игра показывает о том, что у наших ребят все получается. Почетным гостем и одним из членов жюри стал Сергей Гоман, член общественной палаты России. Финал – это результат работы большого количества педагогов, талантливых педагогов, и титанический труд самих участников. И то, что сегодня ребята показали на финальном испытании, конечно, вдохновляет. И я, естественно, желаю удачи победителю, достойно представить регион уже на Первом канале у Юрия Павловича. Наследники Ломоносова выходят на дорожки уже девятый год подряд. Телевизионная гуманитарная олимпиада «Наследники Ломоносова» ориентирована на десятиклассников. То есть в региональном этапе принимают участие ученики десятых классов. И если все складывается у них отлично, то в одиннадцатом классе они участвуют в федеральном проекте, который дает возможность поступить в МГИМО без экзамена. Каждый год олимпиада принимает около 150 школьников из всех районов Архангельской области. Победителей мы вновь увидим на федеральном канале в программе «Умницы и умники». Артемий Заварзин, Антонина Лебедева, Светлана Михеевская. Регион 29. Площадь мира одевают в гранит. Глава Архангельска Дмитрий Морев провел установочное совещание на территории Увечного огня, где стартовал третий этап благоустройства. Что предстоит сделать и как реализованы предыдущие два этапа? Ответы узнал мой коллега Аким Самедов. Едва успел отгреметь салют, который украсил 9 мая небо над площадью мира, как на этой площади начались активные работы. Все-таки капитальной реконструкции тут не было с 1965 года, то есть с момента закладки Монумента Победы. Решение о благоустройстве приняли около двух лет назад. С инициативой выступил губернатор области. Городская администрация составила план по постепенному в три этапа приведению порядок площади мира. Первый этап. Первым этапом мы отремонтировали сам стилобат Вечного огня. Вы помните, он состоял из таких блоков, они уже начали крошиться, подразваливаться. И мы первым этапом отремонтировали вот эту часть. Вторым этапом мы сделали благоустройство вот той территории, ближе к реке. Это было в прошлом году. Тоже привели ее в порядок, уложили там тротуарную современную плитку. И сейчас третий этап, самый масштабный, самый большой – это замена вот этих устаревших уже бетонных плит. Вся площадь мира будет в едином стиле. Никаких громоздких и отличающихся друг от друга плит. Цельная архитектурная композиция. Гранит используется казахский и карельский. Приступили мы к демонтажу плит на площади мира. Дальше у нас будет делаться выравнивание. И в конечной стадии будет у нас смощение гранитом. Вся площадь мира у нас будет в едином стиле. Все завезли от поставщиков. Все материалы сейчас уже находятся в Архангельске на базе хранения МУП городского благоустройства. Ремонт стилобата вечного огня и благоустройство прилегающей территории – не единственное нововведение. Сейчас же стартовал, по сути, третий этап преображения. Освещение было сделано на втором этапе. То есть в прошлом году мы заменили все светильники и все торшерные стуки. По третьему этапу также отремонтируют фасады прилегающих домов. Завершить работы планируется в течение двух месяцев. Презентуют обновленную площадь мира горожанам до конца июля этого года. Аким Самедов, Ольга Красулина, Регион 29. Архангельские пожарные отстаивают от огня поселки Буланаш и Красногвардейск в Свердловской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Цибульский. Напомним, на помощь коллегам командировано 70 специалистов Единого лесопожарного центра Поморья. Вблизи поселка Буланаш работает команда из 51 человека из Архангельской области. В районе поселка Красногвардейск трудится 19 наших ребят. Чтобы пожар не распространился в сторону населенных пунктов, проводят встречный отжиг. Пускают огненную волну, которая выжигает полосу безопасности, что препятствует распространению пожара. Отметим, что в прошлом году лесной спецназ также помогал бороться с огнем коллегам из Курганской и Томской областей, Красноярского края и Республики Коми. С их участием было ликвидировано более 80 лесных пожаров. Лесопожарная обстановка, защита от возгораний и восстановление зеленых ресурсов. Эти и другие темы подняты сегодня на заседании оперативного штаба. Он координирует работу на период пожароопасного сезона этого года. Основные выводы в нашем материале. Наступивший пожароопасный сезон пока не держат в напряжении. Быстро реагировать пришлось лишь раз. Возгорание было в Вельском районе. Это небольшой пожар. Он на территории бывшего карьера. Там сжигались остатки лесоперения, насколько я знаю. На заседании оперативного штаба представляется общая картина. Прогноз погоды на ближайшее время ставятся задачи, чтобы техника была готова моментально включиться в работу. В целом, согласно данным Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, ситуация в большей части субъектов спокойная. Однако в некоторых областях пожары все-таки волнуют как местных жителей, так и профильные ведомства. Два субъекта округа, это Псковская область и Новгородская область, находятся в зоне повышенного риска. Там на большей территории этих субъектов установлен пятый класс пожарной опасности уже. То есть это очень высокая гримость. И на всей оставшейся территории этих субъектов четвертый класс пожарной опасности тоже высокая пожарная опасность. Погода в Архангельской области меняется, становится теплее. Это уже сейчас чревато повышенным классом пожарной опасности. Тем временем на юге области приступили к лесовосстановлению. У нас большие планы, то есть у нас практически 82, даже больше 82 тысячи гектар должно быть лесовосстановлено. Соответственно уже какие-то работы уже начали проводиться. У нас большое внимание уделяется, конечно, это мероприятие, связанное с охраной лесов от пожаров. В первую очередь это создание либо прочистка минерализованных полос. Отметим, что на прямой линии с представителями профильного министерства и ЛЦ были также сотрудники лесничеств из разных районов области. Особое внимание участники заседания обратили на информирование населения о правильном поведении в лесах, дабы человеческий фактор не стал причиной трагедии. Артемий Заварзин, Аким Самедов, Александр Ярков, Регион 29. Правительство страны запустит программу поддержки военных врачей и медицинского персонала. С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие работать в гарнизонные медучреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Ожидается, что решение позволит увеличить число специалистов в военно-медицинских подразделениях. Выплаты будут зависеть от местоположения воинских частей. Для докторов сумма компенсации составит 2 миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер – 1 миллион рублей. Врачам, прибывшим в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться полтора миллиона рублей. Фельдшерам и медсестрам – 750 тысяч. Участвовать в программе смогут не только практикующие специалисты, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты – заключение трудового договора на срок не менее пяти лет. Немного рекламы, а после вернемся в студию. В покупке нуждается труженик. Знаем дорогу верную. Снижаем цены на все, что нужно. Первыми, первыми, первыми. В надо-маркет скидки до 70%. Союз импортеров, компания, которая до санкций возила в Россию верхнюю одежду от ведущих мировых производителей, устремилась в города-поморье. После ухода ряда знаменитых брендов, продукция Союза на какое-то время стала недоступна в России. Однако теперь компании удалось не только наладить параллельный импорт, но и не следовать рекомендованным ценам Запада и не отчислять им проценты. Теперь с новыми силами выставка будет радовать покупателей в Котласе и в Вельске, как, скажем, это происходило совсем недавно в Новодвинске. Ну и давно искал теплую курточку. В связи с куржными габаритами я редко подбираю нужный размер. А здесь, в общем, все получилось удачно. Курточка подходит по размеру, она очень теплая, так что к следующей зиме я готов. На выставке продажи представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки, шубы. Изделия, предназначенные для холодов и морозов, выдерживают до минус 50 градусов. То есть представлено большое количество норвежских, именно зимних моделей. Это женские шубы, дубленки натуральные, пуховики, аляски и парки. Также на весну на осень мы привезли тонкие непромокаемые ветровки, штормовки, а также немецкие кожаные куртки, мужские и женские. Выставка от Союза импортеров пройдет в Котласе в доме номер 14 по улице Маяковского в бывшем здании кинотеатра «Спутник» со среды по воскресенье. Начало работы с 10.00. Вельская выставка пройдет на первом этаже торгового центра «Кристалл». Начало работы также с 10.00 с 3 по 7 мая. Моржи, белые медведи и нарвалы соседствуют теперь не только в природе, но и на выставке детских рисунков. Лучших художников, изобразивших Арктику и ее обитателей, наградили в стенах визит Центра национального парка «Русская Арктика». О истории конкурса и результатах расскажет Виктория Воронцова. Маленькие художники со всей страны с юных лет познают Арктику и знакомятся с ее природой через творчество. Поздравить победителей призера всероссийского конкурса «Арктическая палитра» пришел и сам хозяин полярных широт. Но в отличие от реального собрата, этот белый медведь по имени Михайлушко безобиден. Одна из номинаций конкурса «Дело было в Арктике». Здесь участники изображали не только местную фауну, но и касались истории освоения и исследования Арктики. Победительницей в номинации стала архангелогородка Полина Савина. Арктика – это очень интересная тема для творчества. И я участвую в большинстве конкурсов, посвященных Арктике. Поскольку мы живем на севере, здесь проводится много таких мероприятий. Очень было интересно узнать много нового о исследователе Арктики, которого я изображала. Наверное, каждый взрослый помнит простую школьную загадку – почему белые медведи не едят пингвинов? Конкурс выполняет еще и просветительскую миссию и отвечает на этот вопрос. «Если на первых наших работах, которые были, даже среди ребят, проживающих в городе Архангельске, у нас зачастую белые медведи обнимались с пингвинами, то все больше и больше работ уже без пингвинов, но хотя еще это встречается. И поэтому у нас родилась идея на следующий год провести, продолжить наш традиционный конкурс всероссийский, но выделить еще отдельную номинацию под названием «Они у нас не живут». Конкурсу «Арктическая палитра» уже больше десяти лет. Сначала он был небольшим, на уровне лишь города Архангельска. Но с каждым годом география расширялась. Теперь свои работы присылают ребята из Ярославля, Санкт-Петербурга, Тольятти, Казани, Пензы, Владимирской области и Карелии. «Арктический туризм – это одно из приоритетных направлений туризма в Архангельской области. И, конечно, очень важно, чтобы наше молодое поколение узнавало, больше интересовалось нашими арктическим наследием. Может быть, где-то даже фантазировало, чтобы школьники из других регионов могли приехать к нам, увидеть самые настоящие экспонаты из Русской Арктики». Посетить выставку можно в часы работы Арктического посольства в Архангельске. Она будет работать до конца лета. Виктория Воронцова, Антонина Лебедева, Александр Ярков. Регион 29. В Холмогорах отгуляли свадьбу в Малиновке. Постановку на сцене Центра культуры Двина представил Народный театр. Был ли отклик от зрителей – сейчас узнаем. Музыкальная комедия долгие годы занимает особое место в сердцах зрителей и всех любителей советского кинематографа. Своё прочтение «Свадьбу в Малиновке» представили холмогорские артисты. Симпатии земляков им тоже удалось завоевать. «Очень приятно даже вспомнить. Столько лет спустя вспомнили. Очень хорошо. Большое спасибо артистам». На холмогорской сцене было задействовано более 40 человек – и молодёжь, и взрослые любители актёрского искусства. Одной из артисток стала Карина Дедкова, которая учится в Архангельском педколледже. «Весь день я была спокойна, но перед концертом за час я почувствовала мандраж. Было очень страшно. Но первую сцену, как я красила лестницу, отыграла, и потом было всё легко, как по массу. Мой наречённый, который играла Андрейка и Дима Волков, отпустим уже вместе, 10 лет вместе на сцене». Постановка вышла ярко и динамичная. Это стало возможным благодаря чуткому и понимающему режиссёру-постановщику Розалии Ножницкой. «С чувством удовлетворения хочу сказать, что премьера прошла на оценку отлично. Я хочу поблагодарить артистов, которые со мной, вот некоторые по 30 лет, некоторые по 20, некоторые только вот сегодня в первый раз. Значит, людей что-то притягивает либо во мне, либо в театре». Как сказала саморежиссёр, скоро зрители ждут и новые премьеры. В Холмогорах и не только. Ангелина Парфёнова, Антонина Лебедева, «Регион-29». На сегодня всё. Тёплых вам выходных и отличного настроения. Ждём вас у экранов в понедельник в это же время и расскажем самые интересные новости. До встречи! Светлана теперь точно знает. Есть парк в центре города. Сергей Витальевич захотел новую площадь? Получил. А Мария Иванова нашептала нам, что детская площадка? Моих рук делал. Повлиять на благоустройство своего города может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте загородсреда.ру До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»